Итак, я приветствую всех присутствующих сегодня здесь на третьем, более слегбезе этого сезона. И тема сегодняшней нашей встречи – произведение искусства и его отношение к истине. По-думанному каждому ясно, что тема эта является именно философской, а не искусствоведческой и даже не культурологической. Более того, сегодняшняя наша встреча открывает целый блок лекций цикла «Буля-слегбез» именно такого типа и такого формата, которые будут затрагивать, так скажем, вопросы топологической позиции искусства по отношению как к истине, так и к знанию. И будет это производиться нами не столько на анализе определенных произведений искусства, хотя примеры я, конечно же, буду давать, сколько меня, повторюсь, интересует именно топология. То есть именно отношение произведения искусства как к истине, так и к знанию. Как мне кажется, именно человек, который занимается созданием произведений искусства и анализом произведений искусства, может дать на этот вопрос ответ более оригинальный, чем человек, у которого есть, соответственно, творочки, пусть даже краснодипломные или даже степень по философским дисциплинам. Поэтому я рискнул поставить этот курс в проект «Буля-слегбез», не имея в данном случае философского образования, о чем сразу же говорю и, в общем-то, нисколько об этом не жалею. В данном случае приведу вам в качестве примера один жизненный анекдот. Не в том смысле, что эта история смешная, а в том смысле, что она емкая и поучительная. Да, так именно анекдот мыслился в XIX веке, например. Когда я был еще достаточно маленьким, то моей заветной мечтой было стать как раз именно философом. Потому что больше всего я любил читать именно философскую литературу. Для Сократиков, Платона, Спинозу, Ницше. Но мне достаточно быстро объяснили, что такого места, где учат на философа, просто не существует. Есть место, где учат на преподавательной философии. Ну, на историка философии, если повезет. И в данном случае в музыкальной же области такие вузы, где учат именно на тех, кто пишет музыку, и на тех, кто играет, такое есть. А не только на преподавателя музыки. Ну и в данном случае понятно абсолютно, что я пошел туда, где учат создавать, а не туда, где учат преподавать. Впрочем, весьма интересна прозорливость отговаривавших меня от получения какого-нибудь там 2-го, 3-го, 10-го философского образования на философском факультете. Так как, дело в том, что современное университетское знание, особенно на философском факультете, в общем-то, влияет на его представителей, мягко говоря, негативно. И если кто-то из них становится действительно серьезными философами, а такие все-таки у нас в стране есть, то становятся они абсолютно точно вопреки этим корочкам, а не благодаря ним. О чем, собственно, сами свидетельствуют. То есть это не мои думазы. Так вот, один из наиболее самобытных наших современников, петербургский философ Александр Смулянский, заметил, что сейчас философ это тот, кто имеет смелость так именоваться. И слово смелость является здесь ключевым, однако встает вопрос, а на чем она основана? И как с этим связана истина, а любовь в которой есть святая святых этой самой философии? Сегодня нам предстоит с этим разобраться, или, по крайней мере, начать разбираться, не надеясь на то, что мы придем к какому-то готовому результату, который можно положить себе в карман. К сегодняшней нашей встрече мне пришлось обратиться к большому количеству литературы, значительно большему, чем обычно, что потребовало неоднократного переконструирования самой структуры лекции в ее процессе подготовки. По этой причине я сегодня не буду давать лакановские дискурсы, которые обещал дать вам в конце прошлой лекции. Мы обязательно их рассмотрим когда-нибудь, но сегодня материал и так насыщенный, материалов достаточно много, что, в общем-то, лакановская четвероногая конструкция, как он сам ее называл сегодня, так скажем, просто неуместна. Хотя там тоже есть такая позиция, как позиция истины. Так как у меня нет цели загрузить вас большим количеством философско-эстетического материала, то, в общем-то, вы всегда можете обратиться к исследованию лакановских дискурсов самостоятельно, тем более, что многие семинары лаканова наличиствуют на русском языке. Я же стараюсь давать всегда, прежде всего, осмысление или интерпретацию материала, выстроить определенную логическую структуру, заметьте всякие различные в зависимости от того, о чем идет у нас речь. Так что лакановские дискурсы, в общем-то, сегодня не вписываются в тему нашей лекции, но это не значит, что сегодня речь не пойдет о лакане. О нем мы говорить будем, и говорить будем много, правда, несколько в одном ключе. Сегодня мы начнем наше обсуждение проблемы истины современного субъекта, а без лакана в этом вопросе нам, в общем-то, не разобраться. Можно было начать нашу сегодняшнюю встречу знаменитого вопрошания «Что есть истина?» и добавить к этому достаточно юмористическую фразу одного философа, который сказал на это следующее. «Но разве можно так вопрошать истину?» Метод Пилат дает. Можно подумать, он Хайдеггера не читал. Так, впрочем, я оставлю дискуссии об историческом измерении истины в стороне, равно как и оставлю в стороне растекающиеся мыслью-подреву философствование об истине, которое часто можно увидеть в блогах и коими насыщены сотни книг и фильмов дидактического характера, которые по необъяснимой для меня причине именуются философскими. В данном случае слово это, очевидно, уже полностью утратило свое первоначальное значение. И тех фигур, которых я вам преподношу и разбираю, я предпочитаю называть мыслителем. Как Мишель Фуко, который вел курс «История мысли», не «История философии». И вот под словом «философия» уже сейчас непонятно, что это разумывается абсолютно. Так как наши же цели с вами совсем не дидактические, мы не полезем разбираться, что есть добро и что есть худо, наша цель совершенно иная. А какова она? Это выяснение структурного, или, как я уже говорил, топологического соотношения произведения искусства и истины. И прямое вопрошение здесь неуместно. Дело в том, что прямое вопрошение истины всегда рискует утонуть в море истины относительно этой самой истины. И в данном случае будет происходить всегда одно и то же. Это борьба с единым посредством множественности и с множественным посредством единым. Мы же постараемся в этот философский благо не вмешиваться, минуя его как просто малоинтересно. Итак, в каком измерении может быть помысленно истина? В марксиско-ленинском дискурсе, кое на самом деле существует не только по сей день, но и достаточно буйно расцветает, в том числе и в Европе. Так вот, в этом самом дискурсе истина предстает наиболее близко к тому, как видит истину среднестатистический субъект. Так скажем, субъекта выданной речи. Век назад Владимир Ильич Ленин писал, что истины науки относительны, но каждая отдельная истина, каждая относительная, это истина. Это шаг на пути к постижению истины абсолютной. То есть, из маленьких относительных истин, если долго их собирать, коллекционировать, можно собрать большую и настоящую абсолютную истину. Примерно таким же образом современные нам маркетологи пытаются подловить ребенка на то, что сейчас модно называть портворками. Можно было бы сформулировать эту идею Ленина следующим образом. «Собери всю коллекцию истин и получи абсолют в подарок». Здесь есть над чем подумать. Ведь здесь проскальзывает самое важное. Истина – это не то, что добавляется к ситуации, тем самым подтверждая истинность. А истина – это нехватка. Это выпадение. Ведь именно на этой нехватке держится азарт коллекционирования. И позитивистское коллекционирование истин в данном случае демонстрирует это наиболее ярко. Как бы позитивист не пытался этому возразить. Естественно, позитивисты думают, что истина – это то, что добавляется к ситуации. Но мы-то понимаем, что это наоборот. Это то, что из нее выпадает. Впрочем, мы знаем, что в истории науки истины никогда не копились. И так никогда не происходило. И сколько бы ни было высоко доверия современного общества к науке и к их истинам, всегда можно обратиться в прошлое, чтобы увидеть, что позитивистская картина мира, в общем-то, не работает. Хотя миф о накоплении знания, как-то ни странно, устойчиво живуч, просто как какой-то мифический змей, которым сколько головы ни руби, их только больше вырастает. Истины же в науке скорее подвержены замене или, я бы сказал, вычеркиванию. То есть замена одной истины другой. И так до бесконечности. Вообще, наш современный мир этой самой истины просто отравлен по горлу. То есть сейчас уже просто нет никакой, наверное, области, где истина не была бы чем-то исключительно необходимым. Хотя мы отлично знаем, что, например, так было не всегда. Что в той же самой Греции истинные знания были разведены непроходимой стеной. Знание было у ремесленника, а истина была у философа. И, в общем-то, они очень редко пересекались даже просто в жизни. Истина была атрибутом господина, которому делал мочи. Сейчас же истинные знания пересекаются, и поэтому очень важно уметь различать одно и другое и делать из этого определенные выводы. Так вот. Впрочем, сколько бы в наши дни не вызывали в социальной среде умилительного ажиотажа эти самые истины или заявления пресловутых британских ученых, которые, как известно, доказали, если верить интернет-блогам, что что только они на самом деле не доказали, эти британские ученые. Но что, если на секунду отстраниться от наших дней и взглянуть на ту же самую науку античности? Представьте себе следующую картину. Разносится новость. Афинские ученые доказали, что радуга состоит из трех цветов – красного, зеленого и переливчато-темного. Именно так определяет аристотик метеорологии, в данном случае, состав радуги, используя для последнего тона слово «халоургон», что в русском языке, как правило, неверно переводят как «синий». Синего тогда не знали. Тогда знали этот самый «халоургон», который непонятно какой. Лучше всего я это перевожу как переливчато-темный, ибо это цвет, который ассоциировался с штормовым морем. Там же Аристотель пишет, что зеленый цвет не может быть получен путем смешения других цветов. И это были высшие достижения афинской научной мысли того времени. Неужто это знание тоже вошло в копилку относительных истин? Маловероятно. Хотя исследования Аристотеля и были важными для своей эпохи. Тем не менее, они были заменены другими знаниями. Причем не просто по принципу замены одной фигуры на другую на шахматном поле, а по принципу смены самого шахматного поля. Представьте себе такую картину. Гроссмейстер играет с большим числом учеников. Он переходит от стола к столу, и на каждом делает один единственный ход. Вот именно так происходит научное знание. Каждый столб этой эпохи. Никому же не придет в голову составить единую шахматную партию этого человека из всех этих ходов, которые он осуществил на разных шахматных досках. А ведь именно такую причудливую картину нам хотят преподнести тех, кто исповедует позитивистскую. Позитивистские принципы суммируют их. Истинно. Накрепко засевшие в головах, так скажем, среднестатистического субъекта. А если брать гуманитарные науки, то, к сожалению, и университетской профессуры. В качестве примера можем сделать еще один экскурс. Перенесемся в XVIII век и выскажем опять эту самую заезженную мини-фразу. Немецкие ученые доказали, что горючие вещества содержат тонкий флюид и имя ему флагистон. Все знают эту страшную гипотезу, она достаточно долго существовала в естественном научном знании и, в общем-то, выбили ее не так быстро. И думаю, очевидно, что люди грядущих поколений будут также смеяться над нашими заблуждениями. Критерий научности, критерий проверяемости и критерий того, что можно было назвать истинной в науке наших дней, это всегда всего лишь определенное отношение между удавшимися и неудавшимися предположениями и их подтверждением в контексте ныне существующей парадигмы. А как мы знаем из работ Фуко, Альтюсера, Пустуро, Лигуна и многих других мыслителей, парадигмы меняются. И игра всякий раз начинается снова. Накопление не происходит. Меняется поле игры. Надеюсь, что среди аудитории не осталось тех, кто верит в чистое позитивное накопление истин, истин, которые, если бы они и вправду копились, было бы уже столь много, что их просто невозможно было бы использовать. И в данном случае правомочно обратиться к одной работе Бадрияра, которая не так давно вышла на русском языке. Это работа «Фатальные стратегии». Так вот, он там приводит весьма интересный пример. Как скрыть информацию, не скрывая ее? Нужно изложить ее настолько подробно, на несколько тысяч страниц, что ее не просто читать никто не станет. Если ее даже и попытаются прочесть, она не будет ни во что складываться. Потому что она чрезмерная. Таким образом, позитивистская картина просто опровергает самое себя. Чрезмерная – это не больше, чем было, а это нисколько. Так что истина и истинное искусство должна быть чем-то компактным, мобильным, чем-то таким, чем можно пользоваться. К облагу или к худу. А стоит ей пользоваться или нет, постановке этого вопроса и будет посвящена наша встреча и несколько последующих встреч наших вопросов. Попробуем взглянуть теперь на нашу проблему вот под каким углом. Может ли наука в ее университетском или лабораторном виде вовсе производить истину? Представьте, что будет, если поставить вопрос таким образом. К примеру, пресловутое тестирование, столь популярное в социологической науке. Что мы получаем в результате тестирования? Истину о социуме? Маловероятно. Мы получаем истину о субъекте теста. И даже если этот субъект отвечает нам абсолютно искренне, это совершенно ничего не значит, так как вне теста субъекта теста не существует. А мы можем получить знание только о субъекте, к которому обращено наше вопрошение. Субъекте, который вписан в ограниченную систему нашей вопросоответной структуры. Эксперимент науки может быть повторен, так как он воспроизводит истину эксперимента науки. Видим ли мы за этим физис, природу явлений? Или наше знание организует эксперимент таким образом, что мы видим только то, что хотим увидеть? Взгляд на современный нам мир, кажется, с очевидностью позволяет склониться в сторону второго ответа. Это примерно то же самое, что истина в кавычках, которую мы видим в новостной ленте. Ну, думаю, ни для кого не секрет, это абсолютно очевидный прозрачный факт, что то, что мы видим в новостной ленте, не является отражением реальных событий. Это является отражением запроса телезрителя. Более того, эти события проходят мощнейшую фильтрацию, потому что будет показано только то, что предполагаемому телезрителю будет интересно. И заметьте, здесь происходит конструирование в двух направлениях. С одной стороны, мнение телезрителя конструирует относительно себя, значительно своего желания, эту самую истину объективной реальности, которую он увидит по телевизору, с другой же стороны, конструируется и мнение самого этого телезрителя. Мы же не можем пойти по каждой квартире и производить опрос, кому что интересно. Это некий собирательный образ, образ которого не существует. И получается, в данном случае, одно с другим то, в общем-то, и смыкается с поймой. И образуется колесо, которое катится уже в своем направлении. Впрочем, есть представление такое, и оно вполне оправданное, что, в общем-то, истину нельзя высказать вовсе. Человек может высказать все, что угодно. Он может сознаться в всех самых страшных грехах. В общем-то, обычно к психоаналитику на сетинг именно с этим-то и приходит. То есть, иди-по в комплекс, это не то, что в конце скрывается, ему говорят, а вот ты знаешь, что ты любишь маму и хочешь убить папу. С этим, в общем-то, невротик приходит. Да первое, что он вывалит, но если он не на первом сеансе, то очень близко к нему. Другое дело, что потом с этим психоаналитику что-то делать придется. Да кого-то. Вывалит субъект может всю правду. Другое дело, чего он сказать не может. Он не сможет сказать истину самой ситуации своего говорения. А вот это то, то, что для него абсолютно недостойно. То, что для него абсолютно закрыто. Таким образом, истина всегда для него остается выпавшей, истина всегда остается кастрированной. Подобное заявление, то, что истина как выпадение, истина как кастрация имеет место быть, возвращает нас к пояснению структурных отношений. Однако, мой крен в понимании истины обывателям был вовсе не импровизацией, а вполне запланирован. И если я и наговорил здесь о глупости и банальности, то, в общем-то, это имело место быть и было оправдано. Почему? Я вам объясню в конце лекции. И мы переходим ко второму блоку нашей лекции, который будет посвящен собственно творчеству Жака Лакан. В сегодняшней и последующей нашей встрече я бы хотел представить два подхода к понятию истины в творчестве двух французских мыслителей. Один из них это Жак Лакан, а другой наш современник Ален Бадью. На самом деле меня интересовала проблема истины, как она понимается в наши дни. Так что целью моей был именно Ален Бадью. Но так как Ален Бадью выстраивает свои отношения с истиной через оспоривание позиции Лакана, то, в общем-то, он этим мне дает все карты в руки и позволяет, не отклоняясь от нашей темы, рассмотреть два подхода двух мыслителей, причем прямо противоположные подходы. И начнем, конечно же, мыслы Лакана, сегодня речь пойдет именно о нем, но не по причине того, что Лакан жил раньше, чем Бадью, а по причине того, что у Лакана отношение к истине автономно, оно ни на чем, не отсылает к другим мыслителям. У Бадью же оно выстраивается через отреагирование на позицию лаканианскую. Дело в том, что котировки истинны на самом деле все время меняются в цене. И в одно время она взлетает до потолка, как это происходит сейчас, иногда ее котировки очень низко падают. Причем падают настолько сильно, что, в общем-то, встает вопрос, нужно ли к истине относиться как к чему-то серьезному, как к чему-то константному и необходимому для философии и для искусства. Но прямо в эпоху пресловутого постмодернизма, да, постмодерна, точнее даже, ибо это время, речь идет о времени а не направлении, то есть времени 60-х, 70-х годов. Так вот, в это время котировки истины настолько сильно упали, что истина перестала быть конвертируемой. На нее нельзя было заполучить в философских кругах даже краюшку хлеба. Если бы вы начинали разговор об истине в это время, то вас просто бы подняли на слих. Возможно, именно снижение котировки истины после Второй мировой войны и вызвало к жизни отношение к ней лакана. А может, как раз наоборот. Ему тогда казалось, что мир уже чрезмерно отравлен истиной. Ибо какие-то вещи можно заметить только тогда, когда их вес становится меньше. Тогда представляю, что бы он сказал о нашей эпохе. По сравнению с 60-ми, 70-ми, котировки истины взлетели до потолка, истина закрывает собой всю и вся. Никто не знает, что с ней делать, но она везде обязательно зачем-то нужна. Так что отношение лакана к истине не только актуально, но я бы даже сказал, в большей степени актуально сейчас, чем оно было актуально при его жизни. Однако, обращение к работам лакана тоже требует определенной осторожности, ибо нельзя сделать истину из них самих. Так и вот, после Второй мировой войны к истине выдвигаются совершенно определенные претензии. То, что истина тоталитарна, то, что не должно быть единой истины, у каждого должна быть своя истина, и самое забавное здесь не то, что, в общем-то, это абсолютные банальности, и мы все это знаем под словами борьба с тоталитарностью в виде этой самой пресловудии толерантности, политкорректностью, но здесь забавно следующее, то, что тезис у каждого должна быть своя истина, и был единой истиной той и той. Что же такое истина у лакана, разработавшего свой совершенно уникальный подход к истине, как раз после Второй мировой войны. У лакана истина фекальна. Это фекальный объект, который нужно бы скорее смыть в соответствующее отверстие в уборное. Именно так это описывает слабой жижик, крупнейший культуролог, ныне живущий, опирающийся на лакана достаточно плотно в своих работах. Итого, истина это продукт, свидетельствующий о чем-то очевидный и не подвергающийся сомнению. Вот вам еще пожалуйста одно определение. Дал ту честь я сомнению. Это язык не лакановский. Зато я вам буду давать много, ибо я не даю одинаковых определений. Так вот, животные вроде собаки, произведя этот самый фекальный объект, свою маленькую истину, стремиться от него как можно быстрее сбориться. Причем не убежать, заметьте, а зарыть, закопать, чтобы его больше не было. Человек произведя такую же истину, как объект тождественной фекальному, носится с ней как списанный торбой, копается в нем, вместо того, чтобы поскорее его смыть. Чем же вызвало такое недовольство лакана этой самой истины, и как он ее определяет? Мне пришлось перечесть к сегодняшней лекции целых три тома семинара лакана. это второй, семнадцатый и двадцатый, хотя об истине он говорит и в других своих семинарах, но в общем-то в итоге я решил остановиться всего на одном, на семнадцатом семинаре, ибо во втором томе, так скажем, его отношение к истине еще не сформировалось в том виде, в котором оно выражено в его поздних работах. Семнадцатый семинар есть на русском языке, он называется изнанка психоанализа и вы всегда можете к нему самостоятельно обратиться. Самое интересное то, что определение истины, которое я вам сейчас зачитаю, конечно, его фрагменты, известно как шестой ответ чудо-кубельки лицу, именно в таком виде он сформулирован, и в данном случае это редкий пример письменной речи лакана. Несмотря на то, что это семинар, это тоже его устная речь, он записал этот текст записал его для чтения на радио, но на радио, в общем-то, он его прочесть по той или иной причине не стал. Думаю, побоялся все-таки. На самом деле, это совершенно уникальный способ определить истину. Вам может показаться поначалу, что это вас лакан просто будет за нос, но будьте уверены, или, по крайней мере, поверьте мне на слово, что это самое лучшее, самое точное определение истины, которое на данный момент имеется. Как же звучал этот самый вопрос чудака-бельгийца? Вопрос звучал следующим образом. В чем знание и истина несовместимы друг с другом? Заметьте, сейчас не каждый рискнет поставить вопрос таким образом. Так что чудак-бельгийц был не лыком шип? Как звучит определение данное лакана? Фитирую. С истиной, скажу вам без околечностей, совместимо все, в нее непрерывно плюют и гадят. Для знания, как и для всего прочего, это проходной двор, а то и просто уборная. Далее лакан пишет следующее. Если вы хотите, чтобы речи ваши носили подрывной характер, смотрите хорошенько, чтобы они не увязли на дорогах истину. Рядом читаем. Общее место, гласящее, что истина, мол, научит всему, не доведет никого до добра. Пусть каждый знает о ней свое. Этого довольны, и этого стоит держаться. Еще лучше, если он ей вообще пользоваться не станет. Более предательского инструмента не сыщется на всем свете. Конец цитата. Относительно последнего вот этого пассажа всплыли причудливые инициативы некоторых интерпретаторов, усмотревшие в этом постмодернистские устремления лакана, как, естественно, понимает толпа постмодернистские, да, то есть установка, что пусть у каждого будет своя истина. Но простите, лакан таких банальностей не говорил никогда. И речь здесь вовсе не об этом. О чем, в общем-то, что можно подтвердить этим же самым текстом, если обратиться к еще одному предложению. Для кого? Что пишет еще лакан? Истина это в первую очередь соблазн. Она для того, чтобы вас одурачить. Чтобы не попасться на ее удочку, нужно быть сильным. И тут лакан делает язвительный жест в сторону аудитории. Это была цитата, которую он читал. Тут он обращается непосредственно к публике и говорит, это не ваш случай. То есть в данном случае можно понять, что подразумевается быть сильными. То есть можно сказать, было это по-другому. Это почти невозможно. чтобы прояснить этот туманный фрагмент текста попробуем обратиться к двум более ранним примерам этого же самого семинара где лакан также говорит об истине и обращается он для этого к цитате из Критикона Грессиана. Это такой текст 17 века. Ну, понятно из его названия, что он критический, да? Это некая сатира. Вот как звучит этот фрагмент. Истина рожает в городе населенном исключительно чистыми существами. Это не мешает им обратиться в паническое бегство при слухе о том, что истина вот-вот разродится. Это можно проиллюстрировать картиной Ходлера. В данном случае истина не рожает, но в общем-то все от нее тоже пытаются каким-то образом спастись. Почему они боятся? Потому что истина носит юридический оттенок. Оттенок правосглашения, закрепления. Истина это иволка, на которую нанизывают насекомое. Она не только умерщвляет, но и каталогизирует, расставляет все по своим очевидным местам. Истина страшна, даже если вы чистые, так как ваша чистота или замаранность зависит не от вас, а от истины. Коснулась она вас или нет? Приведу пример, который приводит Александр Смулянский в своих лекциях. Это «Зияющие высоты». Завечательная книга Александра Зиновьева, опубликованная в Швейцарии в 1976 году, наделавшая много шума в Советском Союзе. И, в общем-то, за это Зиновьев всех своих наград был лишен и был вынужден эмигрировать из СССР. И то повезло, что эмигрировал. Могло закончиться все намного печально. Десячно объемное произведение и, тем не менее, на одном его фрагменте совсем кратком можно проиллюстрировать, что такое рождение истины. Я не позволю себе пересказывать текст Зиновьева, поэтому я все-таки его процитирую. Это фрагменты, но тем не менее. Глава называется «На арене истории появляется кис». Цитирую. О том, кто такой кис, в Ибанске знали очень немногие. Роль киса в духовной жизни Ибанска была настолько ничтожна, что молчать о ней было бы грубым отступлением от исторической правды. Однажды его приятель, активный работник, обвинил киса публично в том, что тот в знак протеста против справедливых акций в отношении врачей-отравителей сделал обрезание. Друг киса, которого звали Кривитник, посоветовал кису пойти в соответствующую организацию и показать свой мощный аргумент, опровергающий это мнение. Кис покрылся красными пятнами, заикаясь, сказал, что он, к сожалению, этим аргументом воспользоваться не может. Кривитник сказал, что в таком случае надо готовиться к худшему. Конец цитаты. Почему кис оказался обрезан в данном случае уже никого не волнует. После доноса на него факты и свидетельствования срастаются в истину. А эта истина говорит следующее, что кис сделал себе обрезание в знак протеста против притеснения врачей-отравителей ну, очевидно, определенной национальности. После этого кис наделал штаны и написал длинное письмо, в котором выдал всех, в том числе и клеветника. И впервые после многих лет он почувствовал, что хотя он и бесполезен для общества, зато необходим. Впрочем, в том, что он порядочный, умный и образованный человек, кис был убежден на все 105%. Конец цитаты. Забавная манера изложения Зиновьева это сатира, вовсе не является на самом деле чем-то гиперболизирующим измерение истины. Истина, еще вам, пожалуйста, одно определение, истина, это совпадение утверждения с фактом. Это то, что становится приговором, то, что устраняет все иные возможности. Истина, это то, что закрыто, целокупно, а значит, непроницаемо. Хотя кис и не делал себе обрезание в знак протеста, все же он не может это оскорить, так как на его плечи упала печать истины. Приеду в качестве примера другое произведение искусства, на этот раз это кино, это фильм, в котором даже упоминается имя Лакана, при этом конечно же от Лакана этот фильм далек, как что бы то ни было еще, но в нем якобы даже цитируется Лакан. В изводе не Лакановском, а в изводе скорее Жижиковском, артивистском. Вообще этот фильм скорее экзистенциалистский по своему посылу, он имеет очень мало отношения к строгой и последовательной мысли Лакана. Этот фильм называется «Жизнь Давида Гайла». На этой ленте очень легко показать, как действует истина. Расскажу небольшой фрагмент этой кинолемы. В начале этого фильма главному герою, вузовскому преподавателю, одна из нерадивых студентов предлагает, так сказать, расплатиться за экзамен натурой. Он резко осаживает ее и отправляет учить предмет. Однако через какое-то время на вечеринке эта же студентка, уже отчисленная, все-таки соблазняет Гейла на сексуальную связь. Заканчивается для Гейла это весьма и весьма плачевно. Так как движимая жажда мести, эта студентка сообщает полицию, что Гейл ее изнасиловал. Карьера Гейла рушится, рушится и его брак. Истина состоялась. Все факты, что он действительно изнасиловал эту студентку, до поры, до времени срослись. Далее сюжет нам этого фильма безинтересен. По этой причине остановимся только на этом начальном эпизоде. Вы можете спросить, как такое может быть? Его же оболгали, какая же это истина? Как истина может быть клеветой? Но на примере киса мы уже видели, что может из-за простого. Клевета и истина не противоположны друг другу. Это просто различные процедуры. Клевета это заявление о том, что человек делал то, чего не делал. А истина это совпадение утверждения и факта. И в случае с кисом, и в случае с Гейлом совпадение утверждения и факта оказалось налицо. Хотя и то, и другое было клеветой. Но я взял пример из фильма «Жизнь Дэвида Гейла» не с целью еще раз вам подтвердить то же самое, что я уже показывал на зеноклифском романе, это было бы глупо, а взял его совсем с другой целью. Представьте себе на секунду, что мы удалим из этого фильма всю клевету. Идет вечеринка, Гейл занимается сексом со своей бывшей студенткой в уборной, и в этот момент туда кто-то входит. Кто-то такой, кто не будет держать увиденное в тайне. Все. Следствия будут те же самые. Разрушение карьеры, разрушение брака, и в данном случае можно предположить, что да, следствия будут не столь разрушительные, но на самом деле это тоже не факт. Если такая информация попадет к зложелателю, а в вузах этого хлебом не корми, только дай кого-нибудь высмеять. Так вот, ее можно было так здорово расстрелить в СМИ, а при общепуританском настрое в США еще не факт, чтобы обернулось большим коллапсом для этого самого Гейла. То, что с ним произошло, все-таки в вузу не здорово иметь даже пусть и бывшего преподавателя насильника. Поэту будут помолкивать. Если речь идет исключительно о его неадекватном поведении, то, в общем-то, поэты могут сказать и достаточно громко. Это же не школа, это вуз. Соответственно, вот что такое прикосновение истинное. И в одном и в другом случае истина была бы одна и та же. И другое дело, что художественная сторона фильма естественно обыгрывает его как невиновную жертву. Именно как того, кого оболгали. На невиновности его и строятся все нагнетения эмоций, иначе мы просто сопереживать ему не будем. Должно же быть, что он весь такой чистенький, хороший, тут истина разродилась, да, на него вся кобяка упала. Однако, я показываю, что в данном случае, если мы уберем оттуда клевету, в общем-то, даже исходя из истины самой кинокартины, все могло срастись таким же самым образом. То есть, в данном случае истина это свидетельствование в юридическом смысле этого слова. и в данном случае совпадает, если свидетельствование с фактом истина состоялась. А был ли этот факт случайным, не случайным, вполне возможно, что это был один факт из сотен в это время происходящих, это уже никого интересует. Свидетельствование срослось с фактом. Интересно то, что истина в этом фильме понятно, где лежит. Но остается открытым то в этом сюжете, чего истина не коснулась. Например, нам совершенно неизвестно следующее. Вполне возможно, что каждый уикенд главный герой напивается на вечеринках и занимается сексом со своими студентками или даже со студентами. Почему бы и нет? Нам неизвестно, был ли это единичный случай или нет. И слова главного героя о том, что это был единственный раз, здесь не говорят нам ни о чем. Если мы, конечно, не считаем главного героя истинным в последней инстанции. Из этого можно сделать решительный вывод. Истина обнаруживается только тогда, когда нам ее продемонстрировали. Остальное оказывается сокрыто под занавесом молчания. Думаю, всем вам знакомо утверждение, что анализировать, интерпретировать произведение искусства нужно только исходя из самого этого произведения искусства. Это та максима, на которой держится отечественное искусство знания, на самом деле и не только оно. И это максима господствует в университетском дискурсе. Исходя из нее, то, что нам показали в фильме, это истина. То, чего не показали, истинной не является. Это значит, что само произведение и является истиной. Истинной нарратива, свидетельствующего о себе самом и совпадающего с этим свидетельствованием. То есть, произведение искусства является истиной, так как оно раз и навсегда закреплено в своем повествовании, самим самим о самом себе. Перечитывая книгу или пересматривая фильм, мы можем испытывать различные чувства, мы можем замечать новые детали, или даже совершенно по-иному начать относиться к тому или иному персонажу. Это есть ситуация, которая возникает между нами и произведением искусства. Но истина самого произведения искусства, истина его нарратива никуда не смещается. Персонаж упрямо будет совершать то же самое, что он совершал и прежде, только то, что заповедовал ему совершать автор, написав роман или сценарий. Однако, начиная с эпохи романтизма и по сей день в бытовом мнении творческий процесс, как и процесс создания персонажей и их жизни сопрягается со свободой, с полетом фантазии и во многом благодаря свободе в творческом обращении с персонажами и укрепляется наша вера в свободу действия. Уже не героев романа, а нашу собственную свободу. Даже если мы скептики, даже если мы не верим в то, что в антиутопическом мире можно быть хоть в чем-то свободным, мы все равно лелеем надеждой, что в мире фантазии, в высших своих формах притворенных в произведениях искусства, человек остается свободен. Вспомните финал фильма Терри Гильяма Бразилия. Да, выбраться из этого сумасшедшего тоталитарного бюрократического общества, по сути, на самом деле, рождественного нашего, невозможно, но можно обратиться к фантазии или к безумию и там стать свободным. Он сбежал от нас, констатируют мучители главного героя, когда он погружается в бред безумия, и пытка ему больше не страшна. Он уходит в фантазию, которая в данном случае и синонимично свободен. Но есть проблема, которую, очевидно, ускользала от глаз исследователей. То, на чем держится наш миф о нашей свободе, является полностью детерминированным. Сюжет сколь угодно фантастического романа свидетельствует о том, что у героя нет выбора. Сколько бы вы не перечитывали этот роман, герой будет совершать в нем всегда одни и те же действия и говорить одни и те же фразы. Он тотально детерминирован. Он непрозрачен. Он целостен и оформлен. То есть, его коснулась двань истины. Я сейчас, конечно, не говорю о тех произведениях, которые могут варьироваться. Да, есть и такие. Есть произведения искусства мутабельного характера. Я говорю о произведении искусства и его нарративе в общем. В общем это выглядит именно так. Истина и нарративная сторона произведения, та самая, которая в университетском дискурсе и является фактически тождественной самому произведению искусства, по сути представляет собой одно и то же. В произведении искусства и есть истина произведения искусства. И в этом она закрыта для возможности как-то с ней работать. Вспомним фильм о Дэвиде Гейли. Что делала истина в этом произведении? Она помечала лишь короткие отдельные эпизоды. Помечала их истиной, истиной нарратива. Все, что осталось за бортом вне этого произведения, все, что мы можем домыслить, не является истиной этого фильма. А это значит, что истина не константна, она дискретна. Мы не знаем, что Гейл делал вчера или в прошлые выходные. Мы знаем, что он делал на вечеринке, после которой его обвели в разнасиловании. Итак, наш вывод. Истина дискретна. Она есть только в тех эпизодах, которые есть в этом произведении. Истина возникает только в момент нашего вопрошания ситуации. Причем не всегда, а лишь тогда, когда утверждение пересекается с тождественным утверждением факта реальности. И неважно, насколько этот факт здесь уместен или не уместен, он навеки приглаждается иголкой истины, как насекомое в коллекции энтомолога. Кстати, о коллекция и энтомолога. В одном совершенно коммерческом фильме, абсолютно безнадежном тупом, есть уникальная по решению сцена, которая демонстрирует действие истины. А так как у меня на самом деле нету цели вашего нравственного и морального наставления, наша цель не дидактическая, у меня нет цели приучить вас смотреть высокоэстетичное авторское кино, то мы обратимся к этой киноленте, ибо она нам поможет разобраться с действием истины, а иллюстрирует оно ее великолепно. И само название фильма много, многого стоит, в оригинале. На русском он назывался «Коллекционер 2», а в оригинале оно называлось как раз «Коллекция». На 37-й минуте этого фильма это такая классическая мясорубка в замкнутом пространстве, в общем, ничего из себя ни высокоэстетичного, ни высокоинтеллектуального не представляющее, и тем не менее там есть совершенно потрясающий эпизод. Главный герой, который пытается спастись и спасти оставшихся в неком помещении, в котором орудует такой гигантский несокрушимый киношный мачо-маньер, попадает в пространство, где кромешная тьма и очень-очень редко загорается лампочка. Она пульсирует неравномерно и очень редко. И в этот момент, когда она загорается, мы видим диспозицию тех, кто находится в этом пространстве. Там находится этот самый коллекционер-убийца, и там находится главный герой как первого, так и второго фильма. Самое забавное, то, что истина, осеняющая это замкнутое и темное пространство своим светом, истина этой лампочки, не только не помогает им ориентироваться в этом пространстве, а скорее сбивает. И самое интересное, что даже хозяин этого помещения, то есть сам коллекционер, ему нисколько не помогает. То есть поймать этого персонажа он не может. Потому что он видит, что он здесь, он идет в этом направлении, лампочка загорается, и оказывается, что каждый предполагал действия другого иначе, чем они произошли. Они просто бессмысленно ходят по этому достаточно ограниченному пространству, иногда находясь совсем близко друг от друга, и в общем-то, если было все включено, развязка могла состояться очень быстро. И тем не менее, они там достаточно долго блуждают, и самое забавное, что истину здесь подтверждает еще один персонаж, это насекомое, которое упорно знает и верно своей тактике, оно точно знает, что это солнечный свет. Оно всегда летит на эту лампочку, оно в него толпится, обжигается и опять толпится. Каждый раз, когда эта лампочка загорается. В данном случае, это идеальная сцена действия истины, истина, как выхвученная из общего контекста, какая-то абсолютно несуразная ситуация, ситуация не обобщающая, что бы то ни было, не самая важная, просто какая-то, какое-то мгновение, которое создает у нас иллюзию ясности. Нам кажется, что мы точно знаем, а вот персонаж, может, уже нет давно здесь, потому что лампочка загорается редко. А теперь представьте, что в принципе любое произведение искусства именно так и выглядит. Мы знаем только то, что там написано. И мы понимаем, что лампочка там загорается тоже очень редко. Там минуются целые блоки событий, игнорируются целые блоки ситуации, когда идет диалог, иногда есть описание реакции персонажей, или его положение, или того, что происходит вокруг, иногда нет, и так далее. Вот эти купюры, которые там происходят, по большому счету, и есть действие истины. Истина это то, что попадает. Истина это изъятие. Что касательно этой самой пресловутой истины, как она действует в университетском дискурсе. Приведу вам один пример. Когда я еще преподавал в одном музыкальном вузе, а преподавал я там почти 10 лет, однажды после одной из моих личных лекций ко мне подошел профессор и сказал, что все, конечно, замечательно, но вот ей показалось, заметьте, как типично для университетского высказывания, неуверенность в самом высказывании. Так вот, ей показалось, что в моей лекции я слишком мало давал определений тех понятий, с которыми работаю. На что я ей ответил, что это не так. Она тут же начала извиняться, что, наверное, она просто их прослушала. Это типичная университетская позиция, ведь если все в университете основано на истинах, то, естественно, само утверждение этих истин должно носить крайне неуверенный характер. И она антиадромия тут работает безупречно. Чем же закончилась эта история? Я, в общем-то, ответил ей, что она неправильно поняла мое отрицание. Я не просто не давал развернутого определения тех категорий, с которыми работаю, а не давал их вовсе и давать не собираюсь, что, естественно, вызвало целую бурю негодований с ее стороны. Как вы уже поняли, я даю либо очень-очень много определений, которые единственным возможным не являются, либо не даю их вовсе. я показываю систему отношений между одним и другим, пытаюсь выстроить топологию, в прямом смысле ее пространственное измерение, а не давать раз и навсегда каталогизированную, закрепленную истину, с которой, простите, что делать, я не знаю никаким образом. В данном случае я мог бы охарактеризовать отношение к истинам в университетском дискурсе одной фразой Гудрияра. Он писал, если ничего более не имеет смысла, а в истине, как вы уже поняли, смысл не нагрошь, то все должно работать просто безупречно, как бы компенсируя отсутствие самого важного. Так вот, в университетском знании именно так истины функционируют, истин тысячи, как их использовать никто не знает, но именно поэтому ими нужно пользоваться безупречно. Что создает общую неуверенность в самом этом огромном корпусе этих истин. Я привел вам этот пример совершенно не случайно, так как если вы обратитесь к 17-му семинару Лакана, где Лакану уже почти 70 лет, он читает этот семинар в одном из вузов Парижа, именно там идет рассуждение об истине, которое я вам сегодня уже приводил, так и вот, в одном из семинаров, на одном из семинаров, прямо во время лекции, в помещение входит охранник и выключает свет. Это и был протест против Лакановского знания университетского дискурса. Лакана гоняли, гоняли до самых последних его дней, считая его знания профанацией, потому что основная категория Лакановская, категория желания, за все почти 30 томов его семинаров так и не получила определения. Самое известное из них, которое для Лакана конечно определение не является, это желание, это всегда желание другого. Но, как понимаете, университет такого рода определения не устраивает. формулировку истины у Лакана я вам тоже уже зачитывал, она больше скорее похожа на сказку или на притчу, чем на формулировку, которую можно прочесть в словаре. Но, заметьте, именно она и является точной и безупречно выверенной формулировкой. Только он ее дает с позиции знания, а не с позиции истины. Он определяет истину с позиции знания, посредством обращения к ее топологии. Он не замыкает ее на самой себе, а значит, с его определением можно работать. Оно оказывается жизнеспособным, в отличие от любого определения словарного, с которым, в общем-то, делать нельзя ничего. Его можно просто переписать в новый словарь. И здесь мне кажется очень важным поставить вопрос о том, как происходит соскальзывание в истину. Вообще, почему все с от истины так носятся? Удивительно, что нам нужно купить на нее ничего нельзя, почему все наше пространство интеллектуальное на этой самой истине зациклено и в эту самую истину сползает, более того, не просто сползает, а сползает таковым образом, что, когда Лакан говорит, что, чтобы не сползти туда нужно быть сильными, он иронизирует, что это не ваш случай, у вас вообще-то это не получится. Переход этот от знания к истине Лакан определил следующим образом. Истина это понижение знания до симптомов. Это формулировка. Еще одна. И эту процедуру в 17-м семинаре Лакан именует Латузой. Это неологизм, очевидно, отсылающий к хайдегеровской аллетрии. Что есть эта самая Латуза? Приведу вам пример. Не так давно мы были с супругой на концерте, это был юбилей Филиппа Гласса. Помимо Гласса там звучало произведение Макса Рихтера. Его концерт времена года по Антонио Ривальди. Это произведение, которое создано действительно по концертам, известным концертам для скрипки с оркестром Ривальди и в принципе точно следует им в порядке частей, там столько же частей в каждой части, тот же самый тематический материал, хотя и разработан совершенно иным образом, в так называемой постминималистской манере. как Макс Рихтер определял сам то, зачем ему потребовалось обращение к чужому материалу и в общем-то в каком-то смысле даже к чужой последовательности. Не скажу к чужой форме, ибо форма там иная, но последовательность возникновения материала там идентична Валерийской. Вот что он по этому поводу думает. Мы постоянно слышим времена года и настолько привыкли к ним, что в какой-то степени уже не можем воспринимать произведение в его полной форме. И он решил услышать произведение заново, докопаться до каждой детали, чтобы пойти новой дорогой по давно известному маршруту. Но в данном случае с мнением Рихтера я в полной смысле слова абсолютно согласен, оно весьма конструктивно, оно рационально, однако результаты его работы оказались прямо противоположны. Если до Рихтера еще можно было предположить, что да, Бивайди стал иконой, и это значит, что его не слышат. Это сочинение стало хитом, а хит собственно является тем, что не слышит никто. хит это и есть бессилье искусства. То, что звучит везде и не слышится никем. Это абсолютно полночеред. Но можно было бы вообразить, что если захотеть, то можно обновить эту партитуру, забросить с нее все штампы, стереотипы, и она заиграет новыми красками, а живет, ее можно будет услышать так, как ее слышали современники Бивайди. То есть, как новое музыкальное произведение. Ведь изначально, когда-то оно создавалось именно таковым, ведь были те люди, которые его слышали в первый раз, в первый раз вообще, и вот тогда оно звучало, и тогда его можно было услышать. можно предположить, что кто-то, применив ту инициативу, те слова, которые говорил Рихтер, действительно сбросит с этого произведения этот непроницаемый панцирь, эту штору, которая закрывает от наших глаз подлинную Бивайди, Бивайди, как современного композитора, и что это чудо произойдет. Но произошло нечто прямо противоположное. Рихтер своей редакцией доказал лишь то, что эта процедура невозможна. Что даже перенесение материала Бивайди в современные музыкальные техники постминимализма все равно оканчивается закостенелостью этих самых штампов и стереотипов. Тем, что можно было бы назвать иконичностью. Причем иконичностью, конечно же, обскурантистского друга. Что стереотипа хитам, закрывающий от нас подлинные времена года Ривальди, распространилась и на произведение Рихтера. Оно состоялось не как борьба с истинной штампом, а в качестве манифестации истинной штампа. Вот эта операция и есть соскальзывание в истину. Вот это и есть Латуза. Лакан пишет, «Если вы станете ждать у моря погоды, то вы пропали». В общем, не надо Латузу слишком дразнить. Что здесь из этой фразы можно извлечь? А извлечь можно следующее. Если, так скажем, понижение знания до уровня симптома произошло, если эта самая истина состоялась, если она спрессована, из нее уже все выпало, то в общем-то ждать моря погоды бессмысленно. Из этой истины никогда ничего уже больше не появится. То есть она уже состоялась. Понимаете, у нее даже входа нет, она полностью замкнута, она полностью герметична, она мертва и поплеколота, как жук в коллекции насекомых. То, что помечено прикосновением истины, уже низведено. И в данном случае ждать, пока эта корка с этой самой истины отвалится бесперспективно. Она не отвалится. Никогда. И прямое вопрошение истины в данном случае не приведет ни к чему. Что собственно делал Рихтер? Именно на этом он и погорел. Так как вы не знаете этого произведения Рихтера, хотя конечно всегда можете обратиться к интернет-сети и послушать его, это произведение стало что удивительно еще большим хитом, чем сам хит Антонио Ривальди. Оно побило все рейтинги по количеству прослушиваний среди вообще классической музыки, что тоже о многом говорит. я в хит верю только в то сочинение которое не слышит никто. Так так как вы этого сочинения не знаете я вам продемонстрирую действие которое произошло с Рихтером на примере который вы знаете гарантированно. Это действие связано с такими фильмами в которых нечто повторяется. Там где можно было бы это описать как появляющаяся петля времени. Таких фильмов очень много. Хотя бы один вы смотрели или вы знаете их два или три как говорил Лакан о Латузе. Каждый из вас знает их два или три. Впрочем ограничивать Латузе свое умножение никакого резона. Также эти фильмы как и эта самая пресловутая Латуза размножаются в неограниченных количествах и судя по всему судя по новым трейлерам того, что показывается в кинотеатрах ограничивать оно себя и не собирается. Так и вот понимаете одно дело это посыл который происходит в этих фильмах. Это посыл который очевидно направлен на то, что наши дни все одинаковые что мы погрязли в одинаковых днях. Понятно же, что это иносказание? Ибо если это не иносказание то это такой бред который на искусство не будет иметь право даже притязать. Ну наговор. То есть это своего рода критика одинаковости наших дней дней общества потребления человека общества потребления не люблю это слово но в данном случае оно уместно ибо мы говорим о банальности и то есть вот такая критика она предполагает что вы найдете способ разорвать эту бесконечную цель череду повторов вырваться из нее и соответственно обрести свое счастье благо и все что-то ему прилагается ну в самом наверное лучшем случае это такая кинолента как Куэнис Кац все-таки она ну она здесь уместна так как речь идет о музыке Филиппа Гласа во-вторых потому что в ней эта критика осуществляется все-таки сознательно но не репрезентация не новая репрезентация день наш похож на день нашего соседа все мы бегаем как очумелые каждый день сначала на работу потом с работы все происходит до бесконечности пока у нас в общем-то период ногами с этой работы не вниз но это критика повтора но в чем прелесть этих кинолент которые мне очень нравятся как феномен мне кажется это феномен нуждающийся в глубоком продумывании потому что они мне интересуют тем что повторение здесь сказывается не там где нам его показывают где нарратив идет этого произведения о повторении что герой каждый раз возвращается в одно и то же время в один и тот же день сурка нет повтор сказывается там где повторяется фильм о повторении а вот это и есть истина это та истина которая высказана быть не может я уже говорил в начале что субъект вам может выдать какие угодно истины он не может выдать только одну истину истину самой ситуации его говорения об истине и в данном случае происходит то же самое здесь эта кинолента соскальзывает в то что несмотря на то что она призывает нас всячески разорвать эти оковы порочного круга и выйти из него именно она и демонстрирует невозможность этого потому что в кое раз повторяет то же самое и сколько бы авторы не пытались привнести в этот жанр что-то а это уже именно жанр потому что их столь большое количество и это определяет саму структуру киноленты это уже не нарратив это же структура это повтор невротическая структура и в данном случае а сколько бы авторы не пытались привнести туда что-то освежающее всегда получается одно и то же всегда получается одно и то же и повторения срабатывают на двух уровнях повторение нарратива и повторение самого повторения вот это и есть наиболее любопытное здесь свяжу сейчас свою мысль с концертом Рихтера дело в том что Рихтер говорит о том что нужно разорвать бессмысленное повторение вивайди которое закрывает от нас возможность его услышать он настолько уже у всех на слуху что мы не слышим то как это звучит на самом деле ибо мы знаем все чем дальше закончится мы знаем каждую ноту и для того чтобы услышать наконец-то вивайди не повторяющегося заметьте что делает Макс Рихтер он начинает вивайди повторять вот где происходит это соскальзывание причем повторять во всех смыслах этого слова и в том что он времена года повторяет в том же порядке и в той же диспозиции весь материал и в том что он использует для переосмысления времен года логику минималистского повторения то есть он берет фрагменты тем вивайди и повторяет то есть повторение у Лихтера в отличии от кинофильмов о временной петле сказывается не на двух а на трех уровнях об этом Литши даже и помыслить себе не мог он писал о двух повторениях о великом и малом круге здесь круг оказывается еще сверх малым именно это и есть соскальзывание в эту самую латузу потому что и там и там авторы пытаются обратиться к целиковой структуре которая была помечена печатью истины они пытаются вернуть воскресить нечто что уже было спрессовано в шлаг обращаясь к нему целиком а это абсолютно невозможно но есть решение и это решение вытекает из мысли самого лакана и решение этой проблемы в следующем так как сжимание знания в истину происходит не просто в виде спрессованности именно в шлаг да ибо шлаг это то с чего уже никак нельзя использовать но это еще и выпадение так вот те крохи которые выпадают пока эта истина не спрессуется а окончательно они остаются открытыми для дальнейшей работы с ними то есть не нужно ждать у моря погоды и думать что с Вивальди когда-то спадет эта пелена которая его опутала в данном случае думаю даже живший намного раньше Рихтера Уэнди Уорхолл значительно более проницателен и он уже изображал рождение Венеры Боттичелли так что в общем-то мы видим что тут гламук с нее не слетит никогда что люди ходят посмотреть на рождение Венеры не потому что это шедевр живописи а потому что он знает кто такой Боттичелли и потому что он знает что плохо не знать рождение Венеры в данном случае до самой картины ему уже дела нет никакого а даже если есть то ему уже хуже ибо он ее все равно не увидит но можете ли вы например просто взять и прочесть Евгения Негин Пушкина нет то есть его прочесть нельзя никаким образом это не значит что его нельзя читать читать его естественно вы все читали речь идет о том что его нельзя прочесть почему его нельзя прочесть потому что это шедевр а шедевр не читаем его нельзя про определение прочесть в этом вся прелесть шедевра так же как и прелесть хита Потому что сколько бы вы его не читали, вы этот роман не прочитаете. Это значит, что вы его не дочитаете. Это значит, что ваше чтение окажется бессмысленным. Ибо он уже выпал в это самое состояние истины. И извлечь из него, чтобы то ни было, больше оттуда нельзя. Уже все извлечение. Так вот, с чем же можно работать? Можно работать с тем, что из истины выпало. Мне представляется это очень интересным. Я лично после вот этого концерта решил попробовать применить в данном случае тоже к старинной музыке процедуру знания, а не истины. Но Рихтер применил процедуру истины по касательной латузы и сполз в общем-то в этот самый симптом. Я же попробовал применить знания и не повторить то, к чему я обращаюсь. Хотя бы на уровне структуры. И в данном случае я скоро это произведение закончу. Для меня оно интересно именно тем, что оно утвердит или опровергнет саму возможность работы с чем-то, что встало в позицию истины. Так скажем, с тем, что было отброшено, когда это здание, когда этот стол утверждался. У того же самого Ривальди можно было найти пару-тройку мотивов, которые, так скажем, мало заметны на общем фоне, более ярких, да, и сделать из этого, по крайней мере, совершенную иную форму. Совершенно иначе это организовало. Тогда бы, по крайней мере, эти, выбавшие оттуда крупицы, ведь они написаны рукой этого же мастера, да, они бы могли быть услышаны по-новому. Простите, грозу из лета концерта, да, услышать. Заново нельзя никак. Сколько бы вы ни старались. Да коротко, у меня есть амбиции пересмотреть таким образом и историю искусства. Вполне возможно, что на одном из занятий Булес-Лигбеза мы обратимся и к историческому прошлому. Потому что, смотрите, в чем проблема истории искусства как таковой, да и истории философии. Охватить целиком, не то, что ее всю, но даже какую-то одну отдельную фигуру, не представляется возможной. Я уже говорил о том, как Бадрияра пределы чрезмерные. Но в случае с Бадрияром это попроще, он, по крайней мере, написал не так много. Самого целиком Бадрияра, наверное, охватить можно. Я, наверное, сам почти все читал Бадрияра, и это, в общем-то, не так много времени заняло. Другое дело, не уверен, что это можно. Можно прочесть две или три его работы. Если вы знаете, какие, то, в общем-то, представление свое о том, что такое Бадрияр вы поимеете. Так вот, таким образом, чрезмерное не может быть воспринято никаким образом. Оно не слишком большое, а оно и есть и что. Значит, чрезмерно это ноль. Если вы вспомните компьютеры ранние, такие еще, 90-х годов, но ранние в советском понимании, в постсоветском понимании этого слова, так вот они, большие дискеты, а тогда были не флешки, а тогда были дискеты. Большие дискеты они часто видели как нулевое количество свободного места. Потому что его было там больше, чем то, которое было до этого. Так скажем, дискеты нового поколения не идти. И здесь примерно то же самое. Когда количество информации оказывается чрезмерной, что с ней делать, никто не знает. Например, как подобраться к корпусу сочинений, предположим, Гегеля. Никак. Во-первых, он уже выпал в истину, окончательно. И почти весь, я думаю, если не вовсе весь. Последнее, что оттуда можно было утянуть, утянул Кожев. Да, с диспозицией господина Ерабаха. Заметьте, Кожев делает это еще до лакана. И, в общем-то, делает именно то, о чем я вам сейчас пытаюсь рассказать. Что он делает из всего, что он выбирает из всего корпуса Гегеля. Он из всего объема его текстов выбирает один единственный эпизод, которого по той или иной причине не коснулась длань Гегеля и основывает на нем мощнейшую, развернутую концепцию. Примерно то же самое можно сказать и об искусстве. Но представьте себе, можно ли изучить хотя бы столетия в области литературы или в области музыки? Нет. Сколько бы вы его подробно не изучали, всегда находятся еще и еще фигуры. И, заветьте, они не вторичные. А не вторичными, кажется, пока вы не в теме, что называется. А кажется, что даже нельзя назвать изобретателя шариковой ручки или лампочки. Понятно, почему на этот счет всегда идут такие споры. В каждой стране есть свой изобретатель всего, чем мы пользуемся. И это не случайно, потому что этот процесс растягивается, как правило, на десятки лет. Кто-то изобрел, но, в общем-то, это еще не то, чем мы сейчас пользуемся. Кто-то это улучшил, кто-то это привел к какому-то более-менее приемлемому состоянию. Откуда это можно считать? Где это та самая точка, которая самая важная? Которая вот эта, которая истинная? А, в общем-то, нигде. И в данном случае, получается, с одной стороны, вот это неимоверное количество информации никак не воспринимаемо. С другой стороны, каждому понятно, что если он обращается к книжке по типу 10 симфоний 10 великих композиторов, то он понимает, что, в общем-то, все эти 10 симфоний, эти 10 великих композиторов абсолютно случайны. Они не являются ни самыми лучшими, ни даже самыми исполняемыми. Это просто 10 случайных фигур. И это тоже понятно, что это недостаточно, и это неприменяемо. Но и в том, и в другом случае действует как раз модель университетского дискурса. Университет либо детализирует знания, что вот этот будет специалист по первой четверти 13 века, этот там специалист по раннему периоду в творчестве Пушкина и так далее. Соответственно, либо производится популярное знание, знание по типу 100 великих писателей, живописцев, поэтов. Почему-то их обязательно 100 должно быть. Это тоже, кстати, весьма интересный вопрос на тему фантазма о числах. Ну, и соответственно, и то, и другое абсолютно недостаточно. Как же можно к этому подойти? А подойти к этому можно следующим образом. Выбудить из этого огромного количества текстов, произведений, живописных произведений. Те, которые, во-первых, не заезжены, кого в меньшей степени коснулась длань истины, но которые очень точно отражают каждый период в истории. И я не хочу сказать, отражают все. Этого и не нужно. Отражают какие-то тенденции. И в данном случае можно организовать таким образом курс или свое представление о том или ином искусстве, которое будет, с одной стороны, соответствующей действительности, с другой стороны, оно не будет касаться тех иконических произведений, о которых, в общем-то, сказать уже нечего, а значит, о них лучше молчать. И главное, что оно, с одной стороны, не будет тем самым притязать на исчерпанность, а с другой стороны, будет давать именно связанное знание в его полноте. Это уже не случайные 10 симфоний, 10 композиторов, да? Это действительно могут быть, пускай это будет действительно 100 произведений. Почему бы и нет, коль такую цифру очень сильно любят. Здесь, как вы сами понимаете, выбрать можно сколько угодно. Речь идет скорее о том, сколько вы сможете удержать в голове, для того, чтобы эта информация была именно возможной к тому, чтобы ей пользоваться. Повторюсь, что и метод тотального изучения, и метод случайного сокращения, это не то, чем можно пользоваться. А я предлагаю, то есть, этим отличается знание от истины, да? Истиной нельзя пользоваться. А знанием можно, но то и знание. Я бы вообще сказал, что позволю себе такое кощунственное сравнение к текстам Лакана, это не совсем здорово его корректировать, но я бы сказал, что в нашем языке, если мы будем понимать знание Лакана как умение, это будет, ну не то, что более правильно, но это, так скажем, не уведет нас от хода его мысли в сторону. Вот, когда речь идет о знании раба, знании ремесленника в античности, конечно же, речь идет об умении. И если мы скажем умение и истина, вот тут мы путаться уже не будем. Знание для Лакана не исчерпывается умение, но оно скорее ближе к умению, чем к истине. Для нас часто знание и истины – это даже действие. Ну, если ты знаешь, значит истина. Хотя знание существует в том, что знание, которое само себя не знает. Вы же, например, до сегодняшнего дня, до вашего возраста дожили по какой-то причине. Это не значит, что вы каждый день на этот счет очень много думаете. А это значит, что есть знание, которое себя не знает, которое позволяет вам не выпасть в то самое бесконечное наслаждение, которое вас просто порвет. Вы всегда вовремя возвращаетесь в то самое, что Фрейд называл удовольствием. Так вот, если эту процедуру, процедуру связанных, отдельных, действительно непривычных, нестандартных, не подвластных истине точек связать знания, пускай их будет столько, сколько вы связать сможете, пускай это будет, не знаю, 30 когтей или 500, я тут знаю, какое у вас обменяется. Это будет то знание, которое можно использовать, которое реально можно использовать на практике. В отличие от того, энциклопедического знания, которым использовать, естественно, абсолютно нельзя. Собственно, для того и энциклопедия, чтобы ее не читать. Все же это знают, да? Мало кто об этом говорит, но, в общем-то, все знают, что энциклопедия для того, чтобы там пункт стоял. Большая она ни за чем не нужна. На этой чудесной ноте я бы хотел подвести итоги того, что мы сегодня посмотрели, а после этого я бы хотел сделать весьма интересный жест, я хотел бы рассмотреть структуру сегодняшней лекции, зачем она мне такая потребовалась и что она, в общем-то, может нам дать. Подведем итоги. Первое. Истина – это не то, что добавляется к ситуации. В общем-то, это очевидный и так. Дело в том, что если мы говорим и указываем на то, что есть, мы понимаем, что этим указанием мы ничего не добавили. Но истина же есть. То есть, до того, как мы указали, в общем-то, было то же самое. Что произошло, значит, в этой процедуре? И я предлагаю эту процедуру помыслить не как то, что добавляется к наличествующим фактам, а как то, что из этих фактов что-то удаляет. То есть, истина есть не прибавление, а чистое вычитание. Истина есть удаление. И в данном случае будет абсолютно понятно, почему психоаналитическая мысль всегда понимала истину как кастрацию. Истина – это кастрированное знание. И страшна в данном случае эта процедура истины не потому, что, в общем-то, она иногда имеет место быть, а потому что она по какой-то причине связана с наслаждением. С наслаждением, очевидно, прибавочным. То есть, вот это соскальзывание в удовольствие, если вспомнить киноленту Роба Гриен, соскальзывание в данном случае в удовольствие и есть та процедура, которая заставляет всякого субъекта к этой самой истине стремиться. Почему он ей одержим? Почему наше общество столь сильно отравлено этой самой идеей истины? Ну, судя по всему, что эта истина несет с собой некое наслаждение. Повторюсь, это не то наслаждение, которое может вызвать какую-то трансгрессию. Там, где говорят о трансгрессии, понятно, что трансгрессии никакой уже больше нет. Это очевидно. Может, она там и была, пока ее так не назвали. Но после того, как сказали, что вот здесь вот эта трансгрессия, после этого там трансгрессии и не плохо. Именно поэтому Лакан так плавно, так пластично обходит истину, определяя ее, он дает очень четкое определение. Заметьте, сколько выводов мы смогли из него сделать. Но в то же самое время, я думаю, что университетское бы знание, так скажем, с этим определением не согласилось. Это не то знание, которое можно, не то определение, которое можно прочесть в энциклопедии. Представляете? Открываете энциклопедию, да? То написано. Истина, скажу вам, без окалечности, совместима со всем, да? В нее непрерывно плюют и говорят. Думаю, такого в энциклопедии вы не прочтете. И тем не менее, именно поэтому ей можно пользоваться. Соответственно, наши выводы следующие. То есть, первый вывод – истина вычитается из ситуации. Второй вывод – истина дискретна. И третий вывод – то, что истина страшна тем, что за ней стоит такая операция, как лопуза, которая, очевидно, каким-то образом связана с наслаждением, скорее всего, с невротической его формой, ибо она завязана на повторении, повторении одного и того же. И в данном случае истина размножается просто бесконтрольно. И единственная форма ее побороть, или быть сильными, как говорит Лакан, это обращение к тем осколкам, к тем крохам. Помните, Киркигора? Философские крохи. В данном случае, к крохам. Так и вот, именно обращение к крохам, выпавшим из истины, им можно каким-то образом пользоваться. Только это позволяет этому знанию не пропасть раз и навсегда. И, собственно, только это и является знанием, а не истина. У моря же погоды, как говорит Лакан, ждать бесперспективно, ибо это и есть то, что он называет дразнить лотузу. Что же касательно структуры сегодняшней моей лекции, вы уже привыкли, что в этом сезоне я выстраиваю саму лекцию таким образом, чтобы она отражала то, о чем я говорил. Ну, на первой лекции я говорил о том, как введение двух структур, очень жестких логических структур, разрывает само произведение как таковое. Показывал это на примере Выберна и Ле Корбюзье. И, в общем-то, именно для этого и выбрал двух авторов, которые пользовались жесткими структурами. То есть, сама лекция была выстроена таким же образом. И, в общем-то, она вполне здорово разорвалась на музыкальную часть и на часть архитектурную. Во второй нашей лекции, когда я говорил о Лакановской триаде, я выстроил его по типу Баромеровых колец, где три персонажа, о которых шла речь, не были связаны друг с другом непосредственно, но были связаны друг с другом объединенными в единую конструкцию, как это и происходит в кольцах Баромеровых, где конструкция существует только в связке, где все три элемента объединены. Если разорвать хотя бы одно из этих колец, рассыпятся все три. Сегодняшнюю же свою лекцию я выстроил по принципу, так скажем, среднестатистической Лакановской лекции. В данном случае понятно, что они у него были различны, но, тем не менее, есть определенная закономерность. Вначале Лакан, как правило, говорит достаточно маловажные вещи, ну, это происходит не всегда, но очень часто он описывает какие-то жизненные ситуации, что предшествовало лекции и так далее. В общем-то, мы понимаем, что к сути это не относится никак, он время тянет, он, в общем-то, часто иронизирует, там происходит очень много всего, что, в общем-то, публику каким-то образом либо раззадоривает, либо погружает в некий транс, и только после этого Лакан обращается, очень часто, кстати, к текстам. Естественно, к текстам, прежде всего, фрейдерским. Именно их он интерпретирует. В конце своих лекций Лакан, как правило, говорит самое важное, и заканчивает некой недосказанностью, что и позволяет ему перейти к лекции следующей, которая происходит там через энное количество времени. Я со своей стороны попытался эту структуру сымитировать, хотя немножко иначе. В начале я наговорил кучу благоглупостей и даже банальностей, которые могли несколько озадачить аудиторию, но, видит бог, они зачем-то мне были нужны. Мне это было нужно, с одной стороны, чтобы продемонстрировать некое профанное представление об истине. Тот, кто следил за моим повествованием достаточно подробно, мог заметить, что в первой части лекции я на самом деле скакал как блоха, связанность там не было никакой, это было продумано, это было сделано специально. Ну вот, я хотел показать, сколько множественны и отрывисты представления об истине как таковой, то это научная истина, то это истина как таковая, то это истина университета и так далее. Истина экспериментальна. И после этого я хотел, чтобы мое обращение к тексту и к тексту Лакановскому, его определение истины прозвучало просто как выстрел пушки в ночи. Понимаете? Я думаю, именно так оно и было, потому что после вот этих псевдофилософских рассуждений на тему истины, вот это определение Лакановское, оно, конечно, шокирует. Оно шокирует и читателей Лакана. Можете себе представить, что окружает этот текст. Если вы не читали, то можно это домыслить. Я вам привел лишь фрагменты. Это достаточно объемный текст. И я тоже во второй части лекции обращаюсь к анализу текстов, на этот раз не в рейдовских, а уже непосредственно на Лакановских, чтобы в третьей части перейти к неким выводам, которые, я надеюсь, каждому могут быть уже практически полезны. Потому что я даю то, чем действительно можно пользоваться. А самое важное, что я пытаюсь сделать в курсе более слегбез, если вы посмотрите любые лекции, любого лектора, даже мои, которые я читаю в институтах, они будут выставлены в одной и той же форме. Потому что считается, что о чем угодно можно рассказать одинаково. А вот я с этим не согласен категорически. Я пытаюсь всякий раз самой структурой повествования создать такую ситуацию, которая будет тождественно тому, о чем здесь говорится. И в данном случае каждый раз это от меня, конечно, требует неимоверного ресурса и неимоверных сил, потому что, повторюсь, в институте я читаю свои лекции так же, как их читают все остальные. Другое дело, что я фактически не пользуюсь учебными пособиями. Я читаю авторские курсы. Но, тем не менее, они выстраиваются по определенной форме. Есть некое введение, есть некая основная часть заключения. Все они выстроены так или иначе одинаково. Наши же лекции в этом сезоне более слегбеза не повторяются ни разу. Я надеюсь, что они не будут повторяться и впредь. Но это будет зависеть от того, какие темы я буду ставить на повестку дня. А на повестке дня у нас стоит тема, которую я определил следующим образом. Это истина искусства и искусство истины. В данном случае речь пойдет о истине философии Алена Бадьюн. Я прочел практически все его работы, которые есть на русском языке, а их очень много. Но почти во всех у них идет речь об истине и в больших количествах. И сначала я хотел дать Лакана и Бадью именно в оппозиции в одной лекции. Но потом я понял, что, во-первых, это чрезмерно нагрузит материалом лекцию и станет совершенно невозможным для восприятия, потому что отношение к истине у Бадью наверное еще сложнее. Вообще, Лакана читать, как вы поняли, наверное, из того, что я читал, можно. Просто подходить нужно с необычной точки зрения. В общем-то, это легко читаем. Знаете, я буквально вчера закончил читать, я читал их в обратном порядке, 20-й, 17-й, 2-й. Так вот, закончил читать второй том его семинаров, не читать, перечитывать, естественно. Я себя поймал за руку, поймал себя на мысли о том, что, в общем-то, там все понятно. И это подозрительно. Это подозрительно, но не хочу сказать, что я полностью понимаю там абсолютно все. Там есть пассажи, в которых просто даже непонятно, иронизируют Лакан или нет. И несмотря на то, что блистательный перевод сделан в всех семинарах, тем не менее, конечно, я думаю, что вполне возможно, что это остается загадкой на французском. То есть, Лакан иногда позволяет себе высказаться, так скажем, иронично, как вот он высказывался, допустим, о Лакан, могло показаться, что это просто некая брошенная юмористическая фраза. Но поверьте, это и есть строгое определение. Более того, все, что я вам сказал о Лакан, в общем-то, у Лакана больше ничего нет. В смысле, то, что я зачитал. Не то, что я сказал, сказал, я вам много больше. В общем-то, он так бросил и, в общем-то, пошел дальше. А почему? А потому, что он говорит, не нужно Латузу слишком дразнить. И, в общем-то, здесь было бы достаточно глупо, если после этого он запустил несколько десятков лекций, посвященных проблеме Латузы. Ну, ничего хорошего из этого, в общем-то, не вышло. К чему я стал это все говорить? К тому, что знание Лакановского типа взращивается. То есть, если вы начнете читать Лакана сейчас, то спустя года 3-4 вы сможете его читать и понимать. Понимать хотя бы, что там написано. Вот. Потому что, на самом деле, этот текст достаточно простой. Он не читаем по той простой причине, что он, ну, будем называть вещи своими мирами, какой-то не такой. Он подходит ко всему совершенно необычного рогуса. И это сильно путает карты. Когда вы к этому привыкнете, вы действительно сможете его легко читать и действительно выстраивать из этого определенную систему отношений. Что же касательно Бадью, то Бадью представитель университетского дискурса, он такой коммунист, активист, один из виднейших ныне живущих авторов, человек, который активно спорил с Жилем Делезом при жизни Делеза, после смерти Делеза написал книгу Делез, шум бытия, она есть на русском языке. Так вот, в тот самый момент, когда казалось, что уже слово истина в 90-е, это вроде как уже употреблять стыдно даже, как-то. Но Бадью начинает это слово употреблять не то, что на каждой странице, а почти в каждом предложении. И в общем-то, это тот философ, который это слово реанимировал, уж не знаю, к благу или к худу, но в общем, он им пользуется активнейшим образом. а что для него есть истина и как этим можно пользоваться, а пользоваться этим тоже можно. Вот это самое важное. Мы поговорим на следующей нашей лекции, которая будет уже в следующем календарном году. У меня на сегодня все. Если есть у кого-то какие-то вопросы по данной лекции или по предшествующим, то я мог бы попытаться на них ответить. Философия вообще заинтересована в истине или открытие истины уничтожит философию или если философа? Философия держится на истине. Собственно, это и есть тот продукт, который она производит. Именно поэтому я обратился сперва к Лакану как представителю психоаналитического, а не философского дискурса. Речь Лакана абсолютно не философская. Но я уже говорил, что можете себе представить философский словарь, в котором будет такое определение истины, когда Лакан оказалось, что ему истину хочется канализацию спустить. Ему ее нужно спустить, смыть. Как Жижик рассуждает о разных типах унитазов, как каждую культуру можно определить по типу того унитаза, которым она пользуется. в данном случае фекальный объект и есть объект тождественной истины. Философия же с ним носится, как списанная турбой. И в данном случае она интоксицировала этой самой истиной уже все. Если в случае с античностью там было разделение, истиной действительно интересовался господин, а что еще делать господин? Господин интересовался истиной просто потому, что ему делать нечего. Деньги у него были, а делать ему было нечего. Почему бы истиной не поинтересовался? Он приглашал к себе философа. А философ ему рассказывал, что нужно истину любить, например. Но почему бы этим не заняться, если времени действительно много? Ну, раб или ремесленник, он, в общем-то, тогда истиной совершенно не занимался. Она его не интересовала нисколько. И его интересовало то, как можно выжить и что-то еще сделать толковое более-менее. Хотя бы для того, чтобы вышить, опять же. Но сейчас же все индексицировано истиной, потому что вступил в силу дискурс университета. Что у дискурса университета стоит в качестве агента? В качестве агента у него стоит S2. А S2 это такая приятная штука, замечательная штука, которая и есть целокупность этих всех истин. Это абсолютное знание аллагики. Это куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча. Вот чем и занимается университет. Он эту истину производит, следующий опять производит. И так до бесконечности. Что ждет университет от его члена? То, что он произведет истину. Зачем? Чтоб следующий ее заменил. Больше не зачем. Никакой цели и ноль. Там нет. Истина как раз то, что нельзя заменить. В данном случае истина это как структура. Понимаете, истина, если истина есть факт выпадения, то ее, конечно, заменить нельзя. Это и есть та дырка, куда все смывается. Она даже не столько то, что туда смывается. И вот то, что туда смывается, это продукт истина. А истина это и есть та самая дырка. И как структурная единица, она, конечно, не заменяется. В данном случае понятие селепсизм является, так скажем, истиной и тем штампом, который запечатывает иные возможности взгляда на ситуацию. В таком случае да. Тогда соглашусь. Смысл-то нашей встречи был в том, чтобы показать, каким образом можно этой ситуации избежать. А не в эту ситуацию. Попасть-то в нее не нужно стремиться. Мы и так взявнее. Понимаете? Все в том месте, которое обычно смывают. Здесь смысл, как туда не попасть. И я, по-моему, достаточно хороший пример приводил, яркий, с вот этим загорающимся светом. И приводил примеры, как истина являлась клеветой. Истина – это не то же самое, что то, что есть на самом деле. То, что есть на самом деле, оно неописываемо. Оно, как это говорит Аллакан, несказуемое. Григорий, вот в примере с лампочкой показалось, что именно на момент полного включения света это являлась поскольку все знают, что происходит. Тимофей абсолютно на отсутствие о местоположении этих объектов и так далее. А какие-то проблески это какие-то инсайды, по которым как-то можно хоть немного судить. Это знание. Это знание. Наоборот, знание – это темнота, ибо в ней можем мы действовать и ориентироваться. А истина, то есть противопоставим все-таки, как это делает Аллакан, то есть темнота, где мы можем ориентироваться, это знание. А истина, которая действительно вспыхивает иногда, я не уверен, что это какие-то инсайты, ибо в данном случае показано как раз, что это не ведет ни к чему. И более того, это же совершенно случайные моменты. Представьте себе следующую картину. Эта картина, опять же, приводится Бодрияром в фатальных стратегиях. Он говорит о том, что всех интересует превышение скорости света, а если все представят, что скорость света резко упадет. То, что мы будем видеть только то, что было. Мы же видим отражение, а в данном случае оно будет находить до нас настолько медленно, что мы будем видеть всегда только то, чего там точно уже нет. Вот это все равно будет истина. Но поможет ли она нам? То есть, в данном случае мы, как субъекты, интоксицированные истиной, адаптировались, и нам кажется, что она действительно что-то дает. Но на самом деле истина – это выпадение. Она ничего не привносит в ситуацию. Вот в чем дело. И если ее хотя бы чуть-чуть сместить и показать в ином ракурсе, чтобы он для нас казался необычным, а это уже как раз и есть отношение к истине со стороны знания, а не со стороны истины, будет видно, что на самом деле истина – это вещь страшная. Истина – вещь, которая просто провозглашает. Представьте, что любой факт вашей жизни, абсолютно случайный, абсолютно никак не связанный ни с чем, и будет маркирован, и будет выставляться как факт, демонстрирующий вас в полном объеме. А ведь именно это делает истина. Это считается бонтон, такой подход к истине, к театральным постановкам. Считается, что она должна быть такой, что любой кадр любого фотографа будет репрезентировать этот спектакль. Но понимаем, что это невозможно. Это опять интоксикация истины, которая проникла уже даже, понимаете, в театральную критику. Казалось бы, вот там-то и не место. Именно там она и обретается. То есть любой факт, абсолютно не связанный, абсолютно никак ни к чему не относящийся, просто факт свидетельствования и совпадение фактов с этим свидетельствованием является истиной. А он же может быть случайный. Потом я вам показывал, хоть это и была, как я назвал, часть благоглупостей. Тем не менее, благоглупости эти были все-таки со смыслом. Я вам показывал, что дает экспериментальная истина. Истину эксперимента. Если мы выстроим эксперимент совершенно на других основаниях, вполне возможно, что мы получим совершенно другую истину. Вот в чем дело. Потому что мы просто как то насекомое, которое точно знает, что лампочка это солнце. Несмотря на то, что оно то включается, то выключается, этого не смущает никаким образом. Оно знает, куда лететь нужно. Естественно, обожжется и сгорит. Так же, как и этот коллекционер, вполне возможно, устроившим это помещение ради особого шика, особого развлечения, в общем-то, свою жертву упустил. Она вот тут сбежала. Потому что очень быстро этот бывший вор адаптируется к тому, что, в общем-то, вообще смотреть не нужно. Нужно просто действовать. Это, знаете, та ситуация, которая знанием решается против истины. Истина это ситуация Буриданова осла. Есть два срока, они абсолютно идентичны. И осел находится от них на одинаковом расстоянии. Вывод истины, он сдохнет с голову, ибо выбрать нельзя. Выбор знания. Он просто пойдет к первому попавшемуся. Он вообще выбирать не будет. Если бы один был намного больше другого, то он бы к нему пошел. Даже если бы один был чуть-чуть больше, настолько, что это зрение незаметно, он бы все равно пошел к любому. Вот это знание, то, что называется знанием рабаазным, а истина это истина господина, то, что все вздохнет. Вот в чем делаем. Поэтому я как раз в данном случае не пытаюсь посягать на всякие вечные истины. Ебогу, я не знаю, что это такое, но, наверное, они есть. Ушкольского они так много говорят, по крайней мере, они есть в языке, те, кто об этом произносит. Но речь идет о другом, о том, что есть нечто отличное от истины, чем на самом деле можно пользоваться. Вот о чем была моя сегодняшняя лекция на упование чего я и пытаюсь ориентироваться. Я думаю, что будет еще одна лекция, посвященная непосредственно знанию как таковому, его пониманию улакана и, возможно, при, так скажем, ситуация пояснится, если я приведу большое количество примеров из произведений искусства, ибо те примеры, которые я приводил, они, в общем-то, действующие. Их значительно более, мне кажется, мобильно можно ими пользоваться, чем тем определением, которое дает лакан, не потому, что оно плохое, а просто потому, что мы привыкли пользоваться некими маркерами, яркими, фразами, лакан сами ими иногда пользуются, хотя говорит, что для того, чтобы им пользоваться, они нуждаются в перепродумывании. Например, знаменитая фраза актера Рэмбо «Я это другой», под ней лакан подпишется со всех сторон, однако сама по себе она абсурдна, ибо, как лакан говорит, поэт не знает, что говорит, даже когда продумывает свое высказывание. Психоаналитик же в данном случае может перепродумать это высказывание, но в итоге пользоваться именно им же самим. высказывание поэта «Я это другой», когда он уже понимает в какую топологическую структуру оно выстраивается. Если мы просто скажем «Я это другой», ну это просто парадокс, и ничего за собой он может и не нести. Есть еще вопросы? Да? То есть если сейчас дать вашу точку зрения, то развитие философии в наши дни это как раз возможно понимание этого нечто отличное истинное, но то, чем можно воспользоваться. Да, то есть сама история философии, а философия очень часто обращается к самому же себя, очень многие инновационные, как это модно сейчас говорить, тексты возникают именно как перепродумывание текстов предшествующей эпохи. Я уже вам ссылался на Кожеллу его обращение к Гегелю, да, и тот же самый Лакан, простите, огоровка на руку, перепродумывал как раз Фрейда, да, то есть речь идет о том, что что-то новое создается как перепродумывание истории, философии. Так я как раз хочу действительно об этом и сказать, что нужно искать в этой самой истории те крупицы, пускай самые малозначительные, пускай самые не имевшие широкого хождения, но те, которые сейчас могут сработать. Если мы найдем их, то мы сможем выстроить иную модель. С одной стороны соу-причастности к историческому процессу, а с другой стороны то, чем в общем-то действительно просто можно пользоваться на практике. И если этого не делать, если обращаться к истории как таковой, то мы попадем в ситуацию Макса Рихтера, который замечательно хотел обновить, да, воскресить новации Антонио Ривайди и в общем-то попался на ту же самую удочку, как самые-самые дешевые его поп-обработки. И не хочу сказать, что он столь же плохо, как эти поп-обработки. Это концерты, безусловно, заслуживающие вашего внимания в том числе, но это то, что невозможно к дальнейшему развитию. И более того, если мы его опять же смоем, как это самое, как этот самый фекальный объект и оставим того самого Вивальди, в общем-то ничего не пропадет. Вот в чем дело. И решение для философии действительно одно из решений для философской мысли это именно таковой подход. Подход к отдельно взятому тезису. Я вам же не даю весь корпус сочинений Лакана. И отдельную фразу, но фразу, продуманную в мой, естественно, в целиком контексте его мыслей, но отдельная фраза, просто отдельная фраза, которая может послужить для вас, если вы ее поняли, источником для ежедневной вашей практики, просто вашей ориентации в реальности как таковой. Если бы просто мы с вами начали каждую нашу встречу читать по одной главе Лакана, где я бы ее прочитывал и интерпретировал, я боюсь, что это бы не пришло ни к чему, мы бы Лакана вызвели, а точнее не вызвели в истину, ибо у Лакана она не заводится, истина, потому что она выпадает. Да-да-да, конечно. Это очень сложная задача, поскольку мы умеем делать с крупицей, если брать наше время, то при чрезмерном объеме информации может быть, ну, слишком большого объема информации, то есть тут достаточно сложная задача, чтобы учиться. в чем же она сложна? В данном случае речь же не идет про честь всего Гегеля и выбрать оттуда из науки логики вот тот самый фрагмент, который вам нужен. Речь идет о том, что вы с этими крохами можете столкнуться буквально везде. Вот в чем дело. То есть на самом-то деле знаний несоизмеримо больше, чем истина. Вот в чем дело. То есть мы как магниты, как намагничены, точнее, притягиваемся к этой самой истине по механизму латузы из-за принципа повторения. Но если мы попытаемся этого избегать, если мы будем это контролировать, если мы будем знать, как действует истина, что истина – это чистое вычитание, это не добавление, то, в общем-то, этих крох, на самом деле, несмотря на то, что я их так назвал, их настолько много, что даже страшно себе представить. Их несоизмеримо больше. чем у этой самой истины. Другое дело, что наш мир интоксицированной истиной. Их абсолютно игнорируют. Да, как я уже показывал, почему я это сопоставил с произведением искусства? Потому что произведение искусства именно так и преподносит нам героя. Это отдельно выхваченный узкий. Где-то это более полное описание, где-то совсем сжато до безобразия, где-то о нем мы вообще забыли, а потом он неожиданно всплывает. Отдельно выхваченный, причем выхваченный несимметрично световые вот эти поля истины, на самом деле несоизмеримо меньше, чем наша жизнь. Поэтому, сколь бы ни был роман реалистическим или даже соцреалистическим, тем не менее, он лежит исключительно в зоне истины, а это значит в зоне воображения. Никакого отношения к реальному уме имеет. Вот в чем дело. Здесь не нужно бояться, что вы эту самую фразу, то, что нужно продумать, не найдете. Обратитесь к тому же самому лакаму и найдете вы их просто тысячи. Я говорю, я сначала, конечно, прочел то, что доступно сплошь, да, весь этот блок, но, заметьте, когда я вот таким образом прочел, в общем-то, ясности какой-то у меня не было. Теперь я беру отдельно взятую главу. Они маленькие. Я ее читаю и останавливаю всего на одном абзаце. Вчера бросилось в глаза абзац из 20-го семинара, который просто на ночь открыл почитать. Обозначающий. Можно взять всего это краткое определение означающего и отношение его к означаемому редчайший пример, когда у лакана означаемые фигуры. А не только означающие. именно в этом семинаре в главе посвященной Якобсовне. Так и вот, берете за основу вот эту фразу, это выражение и, исходя из этого, уже можно выстроить вполне релевантную картину вашего отношения к миру. Из одной фразы, не из сотен тысяч фразов. Понимаете? Вот в чем дело. Потому что она из общего корпуса выпала, а значит, она пригодна к использованию. А в семь, той же самой лакановской триадой, наверное, в жизни своей вы пользоваться и сможете. Для анализа произведения искусства может быть к ней и можно найти определенный подход. Но я ее не случайно дал самой первой, ибо она в каком-то смысле самая простая, ибо она уже в эту самую истину выпала. И не случайно лакан от нее в конце жизни отказывается. Не то, что он говорит, что это неправильно. Такого он никогда не говорил, она справедлива во всем. Просто его интересы, так скажем, перемещаются в иную область. В область того, где еще не все продумали. В область, где можно еще действовать. Вот так скажем. Хотя, конечно же, виновником того, что этот риад стал чем-то близким к истине, виноват не лакан. Виноваты те, кто этим стали чрезмерно активно пользоваться. Так же, как и фрейдистское знание. Заметьте, сколько Фрейда не опровергали, если вы сейчас откроете любой том сочинения Фрейда, абсолютно любое сочинение, и прочтете там несколько страниц, вы просто ошеломлены будете, насколько вы не знаете Фрейда. Потому что то, что мы знаем о Фрейде, к Фрейду не имеет неволейшего отношения. Это то, что было сделано с Фрейдом, его, так скажем, ближайшими учениками, когда он был низведен до статуса истины. А там как раз одни сплошные сомнения, очень спорные утверждения и так далее. То есть, если вы будете читать внимательно Фрейда, вы поймете, что, в общем-то, он, конечно, пишет в университетском дискурсе, но его речь очень близка к речи лакан. Он все время огибает проблему, а не называет ее в лоб. Вот так он никогда не выражался. Так выражался Джонс, который написал биографию Фрейда. И именно благодаря его стараниям и многих других близких фрейдистов, ну, может быть, Анны Фрейд, собственно, мы и имеем того Фрейда, с которым непонятно, что делать. Так же, как с пресловутым Эдипом. Но все знают Эдип, Эдип, а что с ним делать, вообще-то, знает мало кто. А лакан им пользовался и пользовался весьма умело, потому что знал, что у Фрейда их два, и они противоположены друг к другу. Вот в чем дело. И Фрейда это не просто нисколько не смущало, это и было его методом. Если бы он у него был один, такой, как он стал у Фрейдистов, то, простите, я уже не знаю, что это. То есть, только сказки анализовал, то рассказывать. Не в Древней Греции. Все равно же он ничего не понимает. Психоналитик же на коне. Но, сегодня слышал, как мне жаловался Жаринов, профессор, достаточно известный, что студент пошел такой, что, в общем-то, если я сейчас прекращу неожиданно в течение лекции рассказывать им историю литературы античности и начну петь частушки, это не произведет никакого впечатления. Все будут продолжать смотреться. Как будто лекция, в общем-то, о том же самом продолжается. Это и есть своего рода, опять же, интоксицированная система. Что? Ну, почему? Ну, предмет называется, да, таким-то образом. Сидит уважаемый профессор. Ну, значит, все на месте. Все так и есть, как надо. Ну, есть еще какие-то вопросы по сегодняшней лекции? Она непростая. в общем-то, в общем-то, это хорошо. я на этом завершаю и жду вас в следующий раз. Там поговорим об истине иного друга. До следующей встречи. С наступающим всех Новым Годом и востретимся мы уже после Новогодних в следующей встречи. Редактор субтитров Корректор А.